Ну, поскольку я немножко привык это в более расширенном виде рассказывать, мне сегодня надо будет уложиться, поглядывать на часы, чтобы все успеть. Плюс, помимо чтения несуществующей статьи, можно будет задать, я думаю, вопросы в конце, да, какие-то. Значит, что я хотел сказать. Вот тема, которая заявлена, да, философия звука. Я вообще не могу сказать, что я притянул. Я понимаю, что у людей как раз с философским образованием может быть какое-то неприятие такого словосочетания. В свое время Мартин Хайдеггер, немецкий философ, когда услышал словосочетание философии жизни, он сказал, что это напоминает что-то вроде ботаника растений. И, в общем, я не могу сказать, что я вижу большую необходимость в открытии каких-то ежедневных новых научных кафедр, создании новых дисциплин, их пропаганде и так далее. И, в общем, продолжение уже довольно длинного ряда философии науки, философии искусства, философии права, философии жизни и так далее, уже, оно уже сейчас доходит до, во многом доходит до абсурдов в словосочетаниях там философии дизайна. Я сегодня буду рассказывать, как в звукорежиссерской практике используется слово философия, искренне говорят, философия микшерного пульта, solid state logic или философия мастеринга и так далее, когда под словом философии понимаются общие принципы работы оборудования или убеждения того или иного звукорежиссера. Собственно говоря, то, что, почему я вообще эту тему таким образом формулирую, так или иначе, у меня есть некий личный причин для этого. Так случилось, что моя жизнь была некоторое достаточно длительное время и продолжает быть связана со звуком, со звукозаписью, как со студийной, так и с концертной практикой. Я занимаюсь прежде всего записью музыки, но в течение 10 лет, когда это продолжалось, я осознал, что занимаясь звукозаписью, невозможно понять, что такое звукозапись. Для того, чтобы осознать, что такое звук, что такое запись звука, нужно выйти за пределы технической звукорежиссерской практики. И посмотреть более широким взглядом. Причем не взглядом, достаточно модно сейчас междисциплинарных каких-то подходов, связей каких-то неочевидных областей между собой и так далее. А в данном случае для того, чтобы посмотреть на это более широким взглядом, наилучшим способом оказывается взгляд из пространства философии. Я не хотел бы сегодня, с одной стороны, погружаться в техническую терминологию, звукорежиссерскую очень сильно, а с другой стороны, в какие-то философские понятия, какие-то тоже термины, которые непривычны для людей, не имеющих философское образование. Но, поскольку я не очень представляю состав аудитории, который сегодня здесь присутствует, может быть, мне какие-то вещи нужно будет проговаривать чуть, кому-то, может быть, это покажется тривиальным. Надеюсь, что не все будет таким. И, собственно говоря, возвращаясь к взгляду на звук со стороны, мне смутила привычность такого разделения всего разговора о звуке на, с одной стороны, пространство научное, с другой стороны, пространство искусства. И я бы хотел начать говорить о том, как смотрит на звук наука, как смотрит на звук искусство. и посмотреть, насколько полными являются тот и другой взгляд, и что мы приобретаем, что мы теряем в том и другом случае. Но в качестве такого моста к этому я хотел бы вспомнить о том, что сегодня вообще любой разговор о звуке, как правило, начинается с темы техники. И человек, который что-то знает о звуке, это человек, который хорошо разбирается, в технике звукозаписи. То есть это, как вот, не знаю, такой специалист, как есть человек, который лечит зубы, есть человек, который записывает музыку. Вот он все знает о звуке, нужно... У него есть много разных приборов, и он может, глядя на эти приборы, рассказать человеку-непрофессионалу, каким образом нужно смотреть на звук. И сегодня разговоры звукорежиссеров, звукоинженеров, в общем, они мне не понаслышке знакомы, они, как правило, кружатся вокруг темы техники. И, собственно говоря, одной из, может быть, самых главных причин, почему не встречается философия со звукорежиссурой, это как раз проблема техники, проблема оборудования. Сегодня на крупных выставках звуковых, которые проходят в Европе, для того, чтобы просто объехать на автобусе территорию выставки, например, типа выставки в Амстердаме, АЭС, или во Франкфурте, Мьюзик Месс, большая выставка звукового оборудования, нужно порядка 15 минут, чтобы объехать на автобусе, не заходя в павильоны. То есть размеры этой выставки, можно ходить по ней 4 дня, и все равно не успеть посмотреть то оборудование, которое там представлено. И оборудование это, ну, все сверкает, блестит, все менеджеры говорят о том, что оно не имеет никаких недостатков, ну или, во всяком случае, никто никогда не говорит о недостатках этого оборудования, и, собственно, все это построено очень хорошо по законам маркетинга, как, не знаю, в супермаркете дорогом, когда все эти приборы, они у пришедших туда вызывают какое-то почти, почти какое-то сексуальное чувство, то есть все хотят начать прикасаться к нему, что-то, значит, делать с этими микрофонами, процессорами, компрессорами и так далее. И с каждым годом количество этого оборудования увеличивается. То есть, и, собственно, одной из главнейших особенностей техники является та ее особенность, что техника это то, что всегда требует производства новой техники. То есть, крайне редко мы можем услышать, что разработчик той или иной программы звуковой станции говорит, что, вы знаете, вот эта версия, ее уже никак нельзя улучшить, это предел вот этого прибора. То есть, постоянно производятся новые микрофоны, процессоры, пульты, все что угодно. То есть, и звук здесь, собственно, это маленькая составляющая вообще технической нашей Вселенной. И можно говорить о том, что мир звукоинженерный, мир звукорежиссуры сегодня просто перенасыщен техникой. То есть, то, что наблюдалось несколько десятилетий назад, никак не сопоставимо уже с сегодняшней картиной. А сегодняшняя картина, возможно, не сопоставима с тем, что будет через 30 лет. Потому что просто количество стран, даже производящих это оборудование, оно растет постоянно. То есть, каждая нация хочет сделать свой какой-то продукт. И, собственно, к чему все это я рассказываю. Если посмотреть из области звука, то кажется, что кроме проблемы техники не существует никаких других способов смотреть на звук. Но если посмотреть, откуда взялась техника и что это такое, здесь, собственно, если брать область философии, то здесь нельзя не упомянуть Мартина Хайдегера, того же самого, который еще 50-60 лет назад начал изучать проблему техники. Когда техника, я думаю, что Хайдегер даже тогда еще на бытовом уровне даже не мог представить себе, сколько техники может окружать человека. И при этом он очень четко во многом просто предсказал то, что будет происходить. Хайдегер связывает машинную технику. То есть, речь идет о том, что техника как... То, что относится к искусству, техника письма, техника рисования, гораздо реже даже начинает употребляться это слово. И оно постепенно начинает подъясняться именно машинной техникой, оборудованием. И Хайдегер пишет о том, что в какой-то момент инструмент перестает быть инструментом, а мир становится частью этого инструмента. То есть, приводя пример с рекой, когда мост, переброшенный через реку Рейн, это инструмент для того, чтобы перейти с одного берега на другой, а гидростанция это инструмент для того, чтобы встроить реку Рейн в гидростанцию, для того, чтобы она работала на пользу человечества. И Хайдегер это связывает с научным проектом, который он ведет от Декарта. Рене Декарта это 17 век, это не очень давно, если так совсем широко смотреть. То, что мы сегодня поднимаем под наукой, началось относительно недавно. И Хайдегер это связывает с появлением субъекта. То есть, здесь нужно два слова сказать о том, кто такой Рене Декарт. Это французский философ, который сформулировал несколько фундаментальных тезисов. Один из самых популярных – это «Я мысль исследовательная, я существую». И то, что мы называем научным проектом, по Хайдегеру не могло начаться без появления субъекта, который начинает анализировать мир вокруг себя и рассматривать его как что-то измеряемое, исчислимое и так далее. Как это связано со звуком? На подзаголовок такой популярной книги американского, очень известного звукорежиссера Боба Катца, книга называется «Мастеринг аудио». Мастеринг – это финальный процесс обработки музыкальной фонограммы перед тем, как она идет в тираж. Условно говоря, это выравнивание треков по громкости, по частотным составляющим и так далее. Как подзаголовком этой книги является следующее – «Become a master of audio». Условно говоря, «Стань хозяином звука». Собственно говоря, начало научного проекта и взгляда на мир как на что-то измеримое, это не только начало, и по сей день мы можем встретить в книгах, скажем, популяризатор науки, знаменитый американский физик Стивен Хокинг, пишет с его один из тезисов, что «Когда-нибудь мы будем знать о мире все». То есть есть этап незнания, но наука – это то, что, условно говоря, хочет объяснить все, что происходит, все процессы. Ну, речь идет о Вселенной, да, прежде всего о каких-то очень далеких от нашей бытовой жизни законах, но, тем не менее, определяющих в том числе и нашу бытовую жизнь. И сегодня, собственно, когда достаточно интересный момент, что когда человек, я распроводил так эксперимент, людям с высшим образованием, закончившим уже университеты, институты, когда им задаешь вопрос, что такое наука, то есть, во-первых, не все на этот вопрос могут ответить, во-вторых, те, кто дает ответ, он, как правило, является таким воспоминанием определения науки из энциклопедии, когда это некий способ накопления знаний о мире, связь этих знаний между собой, выстраивания аргументированных позиций и апробации этих знаний, то есть, эмпирическим путем, путем опыта. Это не единственный способ определения, определить науку, определить, что это такое, и внутри науки он уже много лет не является даже, ну, так скажем, главенствующим. Если вспомнить о том, что происходило в области философии науки за последние, опять же, 50-60 лет, и, может быть, больше, да и больше, конечно, за последние 100 лет, наверное, и еще, собственно, Эйнштейн говорил о том, что наука – это способ смотреть на мир через определенную теорию. Если у человека нет теории, с помощью которой он смотрит на мир, никакой науки быть не может. И, собственно, это говорил Гейзенберг, это говорили физики, это не какие-то гуманитарии, которые пытались все это представить как-то многословно и так далее. Это в основном говорили представители творческих наук для того, чтобы смотреть на мир, а человеку нужна теория. А если мир с этой теорией не соглашается сочетаться, то это проблема теории. Нужно взять другую теорию, с которой этот мир будет сочетаться. Никакой науки без этого быть не может. И это достаточно интересно. И, собственно, если кому-то нужны какие-то библиографические списки на эту тему, то есть такой философ, ученый Карл Поппер, который разбил теорию, так скажем, фальсификации науки, что наука в гораздо большей степени или бай-теория нуждается в опровержениях, чем в доказательствах. Потому что есть совершенно ненаучные теории, которые очень тяжело опровергнуть. Но их можно каким-то, условно говоря, доказать каким-то образом. Ученики Поппера это все развивали. Есть такой американский философ науки Кун, который ввел понятие научной парадигмы, когда теории вообще выстраиваются в некую систему, которая определяет научный дискурс, научное сообщество, то, как оно мысляно на протяжении иногда столетий, и так далее, и так далее. Собственно, по пути Лактаса или Фейербенда, это все взгляд на мир через научную теорию. Вот это очень аргументированно было проработано самими учеными. Но для того, чтобы, то есть если совсем глобально это определить, для того, чтобы вообще началась научная теория, какая-либо начала формулироваться, должен был появиться взгляд на мир, как на что-то, в принципе, поддающееся измерению, исчислению, упорядочению и так далее. И, с другой стороны, мир, если смотреть на него только с точки зрения того, что в нем можно, я очень грубо говорю, потому что нет сейчас и времени, и не совсем это главная тема моего сегодняшнего выступления, но, условно говоря, если смотреть на мир с точки зрения его исчисляемости и измеримости, то, предположив, что в мире есть что-то неисчисляемое и неизмеримое, даже, допустим, что этого нет, да, но даже если предположить, что это есть, наука это просто не может заметить в принципе, потому что это не область науки, ее не интересуют эти вещи. Очень грубо говорю, и, может быть, даже нарочито так это формулирую, потому что следующий момент, который в том же разговоре... Соответственно, наука формирует технику, техника помогает измерять мир и так далее. Зачастую выводы напрямую зависят от совершенства технических приборов, и наука и техника развиваются вместе. Второй способ посмотреть на звук, то есть, что есть звук. В области науки, условно говоря, вопрос, что есть звук, отсылает к учебнику по физике, и разговор на этом заканчивается. Дальше звук уже является тем, что человек запускает в работу, что он как-то может использовать, что какие-то вещи могут пригодиться, какие-то вещи нет. И вот эта формула become a master of audio, она абсолютно вписывается в этот проект. Собственно, сама книжка этого звукорежиссера, она очень полезная в смысле работы с обработкой звука. Ее можно рекомендовать всем тем, кто начинает заниматься звуком, звукозаписью. Еще довольно интересный момент, что должность самой низшей того, кто начал заниматься звукозаписью, называется техник. То есть, человек, который подключает оборудование, которое более квалифицированные инженеры используют в своей работе. И, ну, кроме техники, поскольку, собственно, в той же области записи музыки сложно смотреть только из области техники, есть второй способ взгляда. Это мир из области, взгляд из области искусства. И если посмотреть, опять же, широким взглядом на то, что такое... Если наука является, словно говоря, накоплением знаний, то искусство или культура, как мы привыкли говорить, вот опять же в таком очень широком понимании, которое, как правило, можно назвать поверхностным, но которое, как ни странно, определяет очень многие вещи, в том числе и в образовательной политике и так далее. То есть, культура — это, условно говоря, накопление ценностей. То есть, то, что мы там прочитаем в каком-нибудь учебнике или в какой-нибудь энциклопедии. И ценности скультивируются, накапливаются, каким-то образом соотносятся друг с другом. И единственное, что меня смущало в этом слове всегда, это его экономическая составляющая. Ценность — это то, что имеет цену, и то, что, условно говоря, может потерять эту цену. И то, что ее постоянно теряет. И такой философ, как Фридрих Ницше, одним из таких самых расхожих уже концептов был концепт переоценки ценностей. И, соответственно, если мы сужаемся до области искусства, то то, как мы смотрим на музыку и на звук из области искусства, будет только или иначе связано с историей искусства и с деятельностью человека. И опять же, это будет связано с субъектом. То есть, как мы зачастую слушаем музыку. То есть, это переживание того, кто сочинил эту музыку. Симфония имеет определенную драматургию. Там есть свои законы, там есть финалы, вступления и так далее. То есть, это некие музыкальные структуры, для расшифровки которых нам требуются навыки. В свою очередь, разные композиторы, разные музыканты каким-то образом, условно говоря, влияют друг на друга. Это все выстраивается в длинную цепочку. И все это, наверное, самым таким фундаментальным образом сформулировал Гегель в своем четырехтомнике «Эстетика». То есть, когда история искусства представляется таким потоком, который постоянно расширяется, но при этом помнит свои истоки и так далее. И мы начинаем рассматривать то или иное произведение искусства как часть этого потока. и как часть, опять же, деятельности художников. Чего не хватает в этих двух взглядах, с моей точки зрения. То есть, если так немножко перескочить на следующий тезис, звук, музыка рассматривается постоянно как что-то, имеющее прежде всего отношение к субъекту, который оценивает, что это такое. И я люблю приводить пример, который мне кажется подходящим. Это пример аналогии между звуком и абстрактной живописью. Когда, собственно говоря, пример заключается в следующем. Я довольно часто, ну, как-то сталкивался, не лично, может быть, где-то читал что-то в интернете или какой-то прессе, когда люди, совсем не знакомые с абстрактной живописью, реагируют на это, на эти картины так, что это трехлетний ребенок нарисует или там меня кот хвостом может нарисовать не хуже и так далее. Что это все вообще несерьезно и неинтересно. И значительно реже, если не говорить о каких-то агрессивных формах инструментальной музыки, а просто говорить об инструментальной музыке, значительно реже я такую вот реакцию встречал на музыку, потому что музыка, даже если она, условно говоря, не нравится, она может легко превратиться в фон. И там совершенно другие критерии. То есть музыка, главное, чтобы она не мешала комфорту какому-то, чтобы она не шумела и не нарушала комфорт. Но крайне редко сейчас можно встретить человека, который будет критиковать абстрактность музыки, потому что, ну скажем, Вивальди во временах года не похоже изобразил лето, или Стравинский плохо отобразил весне священной природу, природную стихию. Тогда как в живописи, как правило, критика направлена на то, что не похоже, непонятно нарисовано и так далее. Соответственно, к чему я это говорю? Что музыка, если смотреть шире звук вообще, гораздо ближе к области неясного, чем визуальное. Ну то есть визуальное мы привыкли наделять значениями очень быстро и легко. А в звуке достаточно сложно объяснить, то есть зачастую почему, скажем, музыка Баха может вызывать одинаковый восторг у атеиста и верующего, у людей совершенно разных политических взглядов и так далее и тому подобное. И даже в, скажем, таких композиторов, как Шонберг или Веберн, жесткие достаточно законы серийной техники, которые требуют определенных навыков музыкального образования и так далее, можно слушать эту музыку совершенно иначе, не понимая законов, по которым она устроена. И тем не менее испытывать от этого какие-то эмоции. И с большим трудом объяснять себе и тем более окружающим, какого рода эмоции ты испытываешь. Зачастую даже нельзя сказать, чем трогает нас музыка. Я много привожу примеров из музыки, в первую очередь потому, что мне это проще делать, но я даже два слова скажу чуть дальше, почему через музыку легче начать этот разговор. Собственно, дальше такой момент, что если бы меня приперли к стенке и спросили, чем занимается философия, вот как-то нужно сказать быстро одним словом, то, что много веков уже формулируется самыми разными людьми, и далеко не все с этим согласятся, но я бы ответил, что философия – это то, что пытается иметь дело с тем, что существует до смысла, до готовых значений, вот с этой областью. И то, что я говорю о музыке, когда мы не можем наделить ясным, четким значением какие-то звуки, не можем объяснить, почему они вызывают те или иные чувства, те или иные мысли, что угодно, это как раз эта область до смысла. И для того, чтобы чуть-чуть яснее проговорить это, насколько это вообще возможно, я приведу еще один пример из области языка, из области языкознания, философии языка. Существует очень привычный для всех взгляд на то, что такое язык. И он, условно говоря, мы его можно определить, этот взгляд назвать можно лингвистическим взглядом, который мы со школы привыкли к этой точке зрения, что язык – это средство коммуникации, донесения информации, это знаковая система, которая существует для того, чтобы мы могли друг с другом общаться. И, собственно, ну, опять же, очень, да, в двух словах это говорю, те вещи, которые лингвисты прорабатывали столетиями, но, так или иначе, вот этот тезис о том, что язык – это средство коммуникации, донесения информации, и потом уже, что все знаковые системы, то есть наука, семиотика, изучает знаковые системы, так, как если бы она их изучала, как языки. Ну, в общем, остановимся на этом, да, там все несколько сложнее. Существует совершенно другой взгляд на язык, который менее, так скажем, популярный, но имеющий свою достаточно длинную историю, и в языкознании начинает оформляться с появлением работ такого философа, языковеда Вильгельма фон Гумбольта, немца, и в 20 веке он продолжается, условно говоря, во многом продолжается, опять же, в работах Хайдегера. Собственно, имя Хайдегера я сегодня произношу не один раз, разговор о звуке в том виде, в каком пытаюсь его вести я, он без имени Хайдегера был бы трудновозможен. Хотя, с другой стороны, вот то, что я предложил смотреть на философию, как на то, что имеет дело с тем, что до смысла Хайдегер совершенно не обязательно бы согласился с этим. То есть, тут как раз достаточно такой деликатный момент, что я выстраиваю какие-то тезисы свои, опираясь на какие-то цитаты, на какие-то авторитеты, которые в то же время не являются идентичными с тем, что я буду рассказывать сегодня. Так вот, Хайдегер смотрит на язык совершенно иначе. Хайдегер говорит, что для того, чтобы коммуникация состоялась и общение началось, уже должна существовать очень сложная знаковая система, которую еще никто не придумал, еще нет никаких лингвистов. И, условно говоря, для того, чтобы два дикаря встретились и решили между собой, что камень будет называться камнем, эта ситуация абсолютно невозможная. С какими-то жестами или чем-то они уже имеют мнение о том, что, в принципе, вещь может быть как-то названа. И, условно говоря, если совсем углубиться в это, очень странный момент, что у вещи, в принципе, есть свойство значить что-то. И вот эта область означивания, она гораздо интереснее, чем и непонятнее, она менее ясная, чем область работы с готовыми значениями. И в языке, опираясь на вот эту ветвь, значительно большую важность представляет вовсе не наша с вами коммуникация, не то, что мы произносим вслух, а то, что происходит, условно говоря, у нас в голове. язык имеет к мышлению никак не меньшее отношение, чем к процессу общения. Это можно назвать внутренней коммуникацией или еще как-то, но я говорю об области, когда, собственно, вообще сложно различать такие вещи, как слово, образ, чувство, сон, все что угодно. То есть, эту область в языке я предлагаю назвать областью докоммуникации. докоммуникативной областью языка, лишь поверхностью которой является общение людей друг с другом. И, собственно, можно заметить в бытовой жизни, что мы, когда что-то начинаем серьезное рассказывать, очень часто кажется, что рассказали мы плохо, и в голове у нас было гораздо все это лучше сформулировано. так вот это вот область рефлексии, область чувств и так далее, это область до знака, до дискурса, до структуры. И вот если в языке так долго нужно рассказывать об этом и делать какие-то оговорки, то звук дает нам возможность в эту область погрузиться сразу. звук не является в отличие от таких вот знаков, да, к которым мы привыкли, не является дорожным знаком, да, что стоп, прямо и так далее. Звук гораздо сложнее наделить значением и гораздо труднее прийти даже к какой-то конвенции зачастую, договоренности. И звук пребывает вот в этой области до коммуникативного и черпается оттуда, я бы так сказал. Значит, это такое было вступление затянувшееся. Те три вещи, которые я сегодня бы хотел обозначить достаточно пунктирно, это, условно говоря, в области разговора звука философии и так далее можно, я предлагаю выделить три таких темы сегодня. Это семиотика звука, феноменология звука и онтология звука. Значит, что такое начать, я предлагаю с семиотики, потому что это очень просто после того, что я сейчас рассказываю. Значит, несмотря на то, то, как я только что говорил, звук позволяет провалиться в эту область до значений, звук это что-то очень проблематичное, то, что нельзя потрогать и схватить там, как-то быстро с ним расправиться. Тем не менее, звук постоянно в нашей жизни выполняет знаковые функции. я даже не хочу говорить там про речь, а то есть такой, например, основоположник семиотики, как Чарльз Пирс ввел для изучения любых знаковых систем ввел свою схему, предложил свою схему, в которой есть три базисных составляющих. это соответственно, знак, то, что он означает, и интерпретанта, то, как интерпретируется значение этого знака тем, кто его получает. На самом деле, в терминологии Пирса это репрезентамент объекта интерпретанта. Чем нам это может помочь в разговоре о звуке? Например, совсем такие примеры на пальцах человек слышит гром, понимает, что пойдет дождь и захлопывает ставни. Другой человек сидит в глубине дома, слышит звук заклопывающихся ставин, и по этому звуку он понимает, что ставни закрылись, потому что пойдет дождь, условно говоря. Может быть, он понимает, что до этого другой звук какой-то неясный, который он слышал, это был гром, но в глубине комнаты его было слышно плохо, а после звука заклопывающих ставин стало ясно, что это гром. И он, допустим, отодвигает стул со скрипом и идет на веранду, а второй человек по звуку отодвинутого стула понимает, что его жена или его брат понял, что ставни заклопнуты и сейчас придет и задаст вопрос, зачем ты это сделал? То есть не произносится ни одного слова, и только по звукам мы можем вполне эту ситуацию описать. Более сложные примеры какие-то это те звуковые ассоциации, которые у нас выстраиваются в течение нашей жизни, когда какой-то звук, то есть я не хочу говорить, голос мамы или голос бабушки, что угодно, просто даже какие-то звуки из детства, не знаю, крики петухов в деревне где-то никогда уже никуда не возвращался 20 лет и эти звуки выстраиваются в личную мифологию могут, есть знаменитый писатель Марсель Пруст с его многотомником в поисках утраченного времени, где таким звуком например является колокольчик садовой калитки, который звонил когда приходили гости, когда герой слышит этот звук он вспоминает все свое детство половину своей жизни или там позвякивание ложки об тарелку и Пруст еще это делает очень подробно и можно читая его романы осознать масштаб этих вещей он не только о звуках конечно пишет но в том числе и об этом или еще там пример из литературы в романе Андре Жида фальшиво манитчики один из героев принимает решение покончить с собой пожилой человек и он хочет застрелиться и у него есть восприятие достаточно такой банальный в общем взгляд на то что жизнь заканчивается смерть есть сон я сейчас погружусь в такой покой и пора это состояние приблизить жить мне дальше незачем и он хочет застрелиться и его останавливает то что звук выстрела который он услышит будет последним что он услышит в жизни он никак не будет ассоциироваться с покоем он понимает что если я нарушу все если я сейчас нажму этот курок как минимум надо было бы другой какой-то способ выбирать и таким образом звуки могут участвовать в жизни людей самым разным образом и на мой взгляд эта тема несмотря на то что она не является там совсем терроинкогнито такой но она не проработана должным образом то есть семиотика звука как таковая перед ней еще огромные просторы если говорить там очень много написано допустим относительно много написано о кинематографе как о знаковой системе но о роли звука в кинематографе например написано уже на порядок меньше и собственно ну одним из таких удивлений на тему было то что в принципе даже философы достаточно мало писали о звуке они писали о музыке общих работ о звуке их нельзя сказать что их очень много и есть такой американский автор Дон Ит если я правильно произношу его фамилию И-Х-Д-И это кстати захватил с собой книгу значит это работа которая если бы была библиография до сегодня можно было бы там ее назвать работа называется Listening in Voice Phenomenologies of Sound значит условно говоря это можно перевести как слушание и голос если совсем дословно феноменологии звука когда я буду говорить о феноменологии я чуть-чуть скажу подробнее о том что пишет Ид но сейчас я просто вспомнил его потому что главный тезис Ида что начиная с Декарта выстраивается геометрическая вселенная в которой визуально имеет значительно больший вес чем звуковое и тема звука незаслуженно обходится вниманием в течении веков после этого с этим то можно спорить в какой-то мере но понятно что точка зрения имеет определенное основание и далее вообще к теме восприятия нами звука визуальное часто отвлекает нас от звука это общеизвестно и допустим даже самый простой пример когда происходит сведение то есть выстраивается баланс музыкальных инструментов для концерта всем известно что если концерт будут только слушать восприятие музыки будет совершенно другим если его будут смотреть и условно говоря гораздо больше халтуры можно себе позволить когда это DVD которые будут смотреть и без изображения его слушать не будут потому что когда появляется картинка нашего восприятия музыки совершенно иное и есть такой композитор современный и в большей степени музыкальный теоретик Дэвид Туп его зовут у него есть работа история звука искусство звука прошу прощения которая переведена на русский но я бы рекомендовал читать на английском потому что перевод омерзительный на мой взгляд так вот Дэвид Туп приводит там пример как он пошел на концерт бразильской этнической музыки и хотел послушать аутентичную бразильскую музыку но когда он увидел во первых было наивное достаточно желание в концертном зале посмотреть что-то аутентично бразильское чтобы был коммерческий ансамбль так или иначе привезенный каким-то образом по-моему это в Америке было неважно но так или иначе он пишет о том что он не мог оторвать взгляда от одинаковых складок на рубашках артистов и начал представлять себе чемоданы в которые эти рубашки цветные складывают как это все переводится как их гладят и так далее и музыки для него не существовало вообще то есть он просто понял что перед ним какая-то фальшивка никакие не бразильские музыканты настоящие и соответственно в разговоре о семиотике звука невозможно пройти мимо темы собственно самой звукозаписи что такое звукозапись собственно в английском слово там record означает официальную запись в том числе регистрацию и в современном вот условно говоря в русском пространстве человеком который имя которое я бы это назвать который имеет свой взгляд на звукозапись является композитор Владимир Мартынов такой современный композитор достаточно пожилой но очень энергичный который написал достаточно много книг на эту тему и если тем кто не знаком с его работами пытаясь опять же их пересказать неблагодарная задача но основным тезисом нескольких книг Мартынова является следующий что время музыки записанной нотами композиторы которые писали музыку нотами это время уходит и на это можно смотреть пессимистично это можно смотреть оптимистично но так или иначе это происходит Мартынов на это смотрит скорее оптимистично чем пессимистично хотя Хотя сам Мартынов принадлежит именно к письменной традиции композитора, который пишет ноты. То есть он учился именно в этой традиции. Но он приводит примеры из рок-музыки, когда люди могут из импровизации что-то рождать, из джаза, когда нет авторства четко выраженного, не просто кто-то приносит готовую гармонию, мелодию предлагает другим ее сыграть, когда это рождается сразу, то есть вот такие понятные сегодня примеры, но основной тезис это то, что когда-то музыка и не была записана нотами, а она выполняла совершенно другие функции, и если вообще можно применять слово функция к этому, то есть речь идет о том, когда музыка была связана с областью сакрального. То есть это и фольклорное, и религиозное пение, оно имеет очень большое отличие от современного нашего посещения концертов. То есть когда мы пришли для того, чтобы послушать исполнителя, который нам в музыкальном формате преподнесет некую информацию. То есть, условно говоря, сложно представить церковный хор много столетий назад, который таким образом подходит к исполнению. И если плохая погода, не знаю, что-то там произошло, в церковь никто не пришел, хор все равно будет петь, это никак не связано с количеством прихожан, не должно быть с этим связано, потому что функцией хора не является развлечение тех, кто пришел послушать музыку. И если посмотреть, условно говоря, оптимистично на этот конец эпохи композиторов, то он может в качестве одного из своих сценариев иметь возвращение в область сакрального. Ну, опять же, очень пунктирно, очень тезисно, да, я это рассказываю о работах Мартынов. То, что меня интересует сейчас, то, что Мартынов пишет о звукозаписи. Он пишет о том, что звукозапись это, в отличие от нотной грамоты, нечто гораздо более близкое к устной форме, и в этом смысле это более совершенная форма. То есть она, в отличие от условных значков, нот и так далее, передает нам звук сразу в чистом виде. И Мартынов в качестве, в качестве, ну, такой, не авторитета, я не знаю, как в качестве аналогии, приводит работа известного, я бы не назвал его философом, культуролога Маршала Маклюина. Известный очень тезис Маклюина, который даже если кто-то его не знает, он все равно ему знаком, о том, что общество в 20 веке, к середине насыщается информацией, превращается в глобальную деревню. В концепцию глобальной деревни, когда то, что раньше занимало недели времени, теперь с помощью телефона, телевидения, сегодня с помощью интернета доносится в течение одной секунды, как из окна одного дома в деревне можно соседу что-то крикнуть, как мы сейчас там можем на другой континент сделать с помощью, опять же, техники. И звукозапись является, условно говоря, логичной составляющей вот этого общества, глобальной деревни. И таким образом, да, и Маклюин пишет о том, что наступает устная эра, эра письма закончилась. Все, что раньше, в общем, книгопечатание, книжные станки, все это вотойдет в прошлое, будут средства массовой информации, будут другие формы. Я должен сказать, что я категорически не приемлю эту концепцию. Мне кажется, взгляд на звукозапись, как на форму устной речи, крайне наивным. И эта часть мартыновской теории мне абсолютно не близка. И более того, очень странно, что Мартынов нигде не упоминает в работах о звукозаписи, более поздних он упоминает имя Жака Дорида, философа французского, который смотрел совершенно другим образом на письмо. И Дорида не относил письмо исключительно к листу бумаги и карандашу, или там печатанному станку листу бумаги. Дорида расширяет область письма и говорит о том, что, условно говоря, если применить концепцию Дорида к фольклорному пению, фольклорное пение – это форма письма, потому что, когда отец передает что-то сыну, это записывается у него в памяти, он это воспроизводит, он это репродуцирует. И устная речь вторична в отношении этого письма. Он называет наукой грамматологии, от грамма, буква и так далее. И, ну, как бы, не обязательно соглашаться с этим, просто довольно интересно, что так можно смотреть на это. И, с точки зрения Дорида, конечно, то, что говорит МакЛюин, это крайне наивный взгляд на развитие событий. Когда появляется интернет, когда появляется телевидение, с точки зрения Дорида, конечно, это никакого отношения не имеет к устным формам. Это более изощренные формы письма. И слово «звукозапись» неспроста, даже язык называет «звукозапись». запись звука, да? То есть звук становится записан на пленку, сейчас он становится записан на хард-диске. Он уже является зафиксированным и таким образом имеет колоссальное отличие от прежних времен, когда звук существовал только в настоящем времени, когда его воспроизводили, когда он исполнялся музыкантами, если говорить о музыке. И есть такой известнейший музыкант, продюсер и так далее, Брайан Ино, создатель стиля Ambient и массы. В общем, те, кто интересуется музыкой, знают это имя. У Брайана Ино есть очень точный высказанный этот счет, что когда появилось кино, никто не стал называть кинематограф театром, записанным на камеру. То есть если кто-то и называл это так, это быстро очень ушло. То есть кино сразу заявило себя как абсолютно новый жанр. И Брайан Ино говорит, я никак не могу понять, почему же мы музыку продолжаем называть музыкой, когда появилась звукозапись. Это тоже абсолютно новый жанр. Что имеется в виду? Когда мы записываем звуки, прежде всего речь идет не о симфонической музыке, ну классической музыке, когда чтобы записать классическое произведение, нам нужно с помощью микрофонов, с помощью некого оборудования максимально точно передать исполнение. Это один жанр. Но бывает другой жанр, когда, условно говоря, исполнитель может записать 20 своих партий вместе с самим собой. И певец может петь с самим собой и говорить еще что-то одновременно таким образом. И вот это уже никак невозможно исполнить вживую этому человеку, который делает наложение. Это называется в области звукозаписи. И, собственно, вот это я бы и назвал такой наиболее отличительной чертой звуковой письменности, звукозаписи. То есть не просто способность послушать еще раз, который раньше не было до появления технических средств, а возможность искусственного замедления, убыстрения, повышения, понижения, приближения, удаления звука, наложения на этот звук других каких-то звуков и так далее. Вот это является какой-то чертой, которая очень сильно отличает эру звукозаписи от того, что было раньше. Также точно в кино, если сравнивать с театром, то, чего в кино не ставило себе такой цели достигать этого, это присутствие живого тела актера, которое есть в театре. И в этом смысле, например, такой французский теоретик театра, философ Антонен Арто говорил, что кино проиграло в первом раунде театру раз и навсегда. Вот в этом. И все, что дальше будет происходить в кино, это будут наращивания технических форм. Но в этом смысле кино никогда не вытеснит театр. Просто потому, что это другая форма. И на самом деле сейчас, когда часто очень разговоры о том, что все новые форматы так или иначе приближают нас, в том числе звуковые форматы 5.1, когда мы можем слышать уже звук не локализированным, откуда-то там спереди, мы можем слышать его сзади, сейчас уже можем слышать его сверху, что это нас приближает к нашему естественному восприятию звука. Или 3D кинофильмы нас приближают к естественному нашему видению вещей вокруг нас. Если смотреть вот из геродианской ниши на это все, то, конечно же, чем дальше будут развиваться все эти форматы, тем дальше они будут уходить от естественного нашего... Ну, опять же, что такое естественное? Так иначе... Тем дальше они будут погружаться в область знака, тем дальше они будут погружаться в область письма и чего-то не имеющего отношения как раз к естественным нашим восприятиям. Значит, здесь просто мне важно вот эту разницу зафиксировать, и, собственно, можно вернуться к теме техники и поговорить о том, что технология имеет и обратные стороны, что многие вещи, которые до появления технологии мы просто слышали иначе эти вещи и не могли их услышать. То есть, когда появились синтезированные звуки, когда появилась возможность смешивать разные тембры и так далее, все это дало возможность переосмыслить наше восприятие звука. Но одновременно достаточно любопытный момент, в чем его можно проследить в самых разных формах, особенно в том, что касается цифровых и аналогов, в носителе продолжает сгубляться этот момент, я имею в виду то, что чем более изощренными становится техника, тем более стандартизированный результат мы получаем. То есть, при всем многообразии цифровых меню и так далее, того, что есть в программах, то есть, чтобы, если кто-то не представляет, то есть, вот техника, которая нас окружает в бытовой жизни, ее сейчас очень много. Вот мы сейчас лекцию не можем провести без каких-то технических средств. Но техника, которая окружает звукорежиссера, ее количество, если я речь идет о большой студии, оно в сотни раз больше, чем в нашей бытовой жизни. Для того, чтобы услышать симфонический оркестр в большой студии, нужно включить порядка 40 приборов и открыть около 80 ручек с отдельными микрофонами. Тогда мы просто начнем слышать сигнал, который пришел. В цифровом виде сейчас, то есть, с одной стороны, люди смогут дома, ну, по крайней мере, пробовать и даже достигать результатов, которые раньше были просто невозможны. Но одновременно количество вот этой плагинов, программ и так далее, оно приводит к тому, что человек погрязает в исправлении деталей. Если на большом аналоговом пульте, когда сводится, то есть, сфонограмма записана, потом она сводится, да, когда выстраивается баланс инструментов, принимается решение, какой будет солирующим, какой аккомпанирующим, все равно еще не принято на стадии записи. На аналоговом пульте можно начать все с нуля. В цифровом варианте, как правило, как правило, никто с нуля ничего не начинает. Все продолжают исправлять ошибки, которые у них есть. То же самое мы делаем, когда работаем с текстами. То же самое делают фотографы. То есть, они снимаются расчетом на то, что в фотошопе это можно подкорректировать. И, казалось бы, то, что должно облегчать работу, помогать, убыстрять ее, делает невозможным ее завершением. Например, итальянский писатель Умберто Экко вспоминает, как он сдавал распечатанный текст уже, вычитанную верстку книги, для того, чтобы она пошла в тираж, что этот процесс распечатывания, работы с машинистками когда-то. Сейчас уже не все, наверное, даже знают, что такое машинистка. Этот процесс всегда имел, условно говоря, несколько стадий. То есть, нельзя было распечатать текст, просить машинистку в 500-й раз. Уже просто это было проблематично. Экко говорит, а сейчас можно распечатать сколько угодно. и у меня нету этого финального момента, когда я заканчиваю книгу. И этот момент нужно принудительно себе создавать, потому что техника как раз располагает к тому, чтобы мы продолжали что-то исправлять. И другой пример, тоже связанный со звукозаписью. То есть, когда мы повторяем, повторно прослушиваем что-то, мы, с одной стороны, более серьезно, более глубоко можем оценить, то, что мы слушаем мелодию, или мы, допустим, слушаем собственный голос 20-летней давности, какие-то чувства по этому поводу испытываем. И вроде как наш опыт обогащается, увеличивается, расширяется, благодаря этому прослушиванию. Но есть такая известная пьеса у ирландского писателя-драматурга Сэмюэла Беккета, она называется «Последняя лента Крэпа». Собственно, это одна из таких пионерских в области драматургии очень простых способов внедрения техники на сцену. Главный герой этой пьесы прослушивает свой голос 10-20-летней давности и испытывает отвращение по этому поводу. И техника в данном случае не увеличивает опыт, а обесценивает его. Достаточно любопытно, что звукозапись может и так обернуться. И чтобы продвинуться дальше, соответственно, или, извините, еще один пример с литературой. Вспомнил известный роман Жанна Полисартера «Тошнота». Там постоянно повторяется момент, когда герой прослушивает джазовую песенку. В кафе, по-моему, он сидит. И во время прослушивания этой мелодии он понимает, что эта мелодия, она была, она состоялась как что-то бывшее. Возможность посмотреть на звук, как на что-то, что состоялось, эта возможность тоже дает нам звукозапись. То, что раньше нам существовало веками, только в настоящем времени, если не брать примеры о врагах, каньонов, эхо, которое повторяло голоса, других способов звукозаписи не существовало. Но, чтобы продвинуться дальше к теме феноменологии, собственно, я бы хотел вернуться к вопросу, можно ли услышать звук до вот этих вот ассоциаций, аналогии того, с чем он связан. То есть, слушать скрип двери не как, с мыслями, что надо дверь смазать, а послушать сам этот скрип, что же, как это возможно. Потому что это не так уж просто. То есть, я начал с того, что звук приближает нас туда сразу, но на самом деле, когда мы слышим человека, который говорит на иностранном языке, мы, как правило, воспринимаем то, что он говорит, как непонятную информацию. Мы не слушаем это, как просто поток звуков каких-то, не имеющих значения. И с речью вроде как это очевидно, но очень многие звуки, которые мы слышим, мы слушаем именно таким образом. Как принадлежность чего-то, что звучит, встраиваем их в наши привычные схемы, даже если это непривычный звук. То, что философия называется именем феноменологии, связано с работами прежде всего немецкого философа Эдмонда Гуссерля. И одним из таких основополагающих моментов в феноменологии, феноменология как наука учения о феноменах, в том числе о звуковых феноменах. Она вполне применима сюда. Гуссерль не очень много писал о звуке. Те вещи, которые он писал, очень любопытны. И таком фундаментальным тезисом Гуссерля является так называемая феноменологическая редукция. Это способность заключить в скобке все ассоциации, которые у нас связаны с тем или иным явлением. То есть, исключить из восприятия научное рациональное объяснение, исключить свои эмоции, психологическое восприятие и так далее, и тому подобное, и посмотреть, что же останется. И вот это будет, словно говоря, точка отсчета в нашем восприятии. Естественно, отбрасывается идеология и так далее. Звук, я об этом не говорил, но, естественно, звук в области, если он может быть знаком, он может быть и формой идеологии. Не нужно для этого приводить пример государственных гимнов. Звук прекрасно может сопровождать какие-то идеологические смыслы. Так вот, все это, если заключить в скобке, что же останется? И вообще, что за абсурд? Что может остаться, собственно говоря? То есть, опять же, такой пример. Есть такой почти детский рассказ у Киплинга, где герой остается на ночь в каком-то заброшенном отеле в крошечных номерах, и он один на этаже, или даже во всем отеле, я не помню. И он всю ночь не может уснуть, потому что он приходит в ужас от звука, который он слышит. Он слышит, что в соседней комнате играет в бильярд. Слышит удары Киа по бильярдным шарам, как они катаются друг за другом. И он не понимает, это номер, в который просто не поместится бильярдный стол. И он всю ночь не может уснуть. С утра он понимает, что эта мышь по чердаку катала какую-то деревяшку. Просто этот звук очень был похож на звук бильярдных шаров. Собственно, с чем столкнулся персонаж? Он столкнулся с неуместной странностью звука. А если пойти дальше и представить... То есть, на самом деле, странность звука сегодня взята на вооружение тем же кинематографом, когда звук не обязательно является иллюстрацией того, что происходит на экране, а может сопровождаться, даже контрастировать с тем, что там происходит. и начинает со всем каких-то вульгарных комедийных моментов, не знаю, как там стакан падает с грохтом, со звуком рояля, который упал с чердака, заканчивая более серьезными целыми системами, когда... То есть, условно говоря, хоровое пение может сопровождать какое-то появление какого-то героя или что угодно, что напрямую не связано с иллюстрацией предметов, которые там в этот момент двигаются по полу. То есть, вот эта неуместность звука, она еще относительно, да, ясна нам. Но то, до чего, вот, условно говоря, саунд-индустрия не добралась и то, что, ну, не является, во всяком случае, таким вот, не превратилось в клише, это представление слушателю звука, в которой бы вообще не вызвали у него никаких ассоциаций. Они бы не ассоциировались с чем-то знакомым. А вот это бы стало настоящим шоком, возможно, для зрителей в кинотеатре. И что я имею в виду? Например, когда, значит, в 2001 году, 11 сентября, самолеты врезались в известные небоскрёбы в Америке, есть воспоминания людей, которые жили рядом с небоскрёбами, но их окна выходили на противоположную сторону. И то, что произошло, они слышали, они не видели, что произошло. И потом они выходили и понимали, что это звук самолета, который врезался в дом. Они слышали какой-то звук, и этот звук вызывал у них ужас. Но что это было, они не знали. И потом, когда они выходили, они понимали, ну, это Америка, это Голливуд, что те звуки взрывов, которые они слышат в кино, они ничем не напоминают то, что они услышали. То есть сабвуферами, с низкими частотами, такие красивые взрывы в кино, в которые мы привыкли, они совершенно не похожи, когда реально самолёт врезается в стену. И, то есть я вот о таких вещах говорю. Кстати, достаточно любопытное интервью с гитаристом noise-группы Sonic Youth, который был одним из жителей этого района, и он как раз через свои там шумы воспринимал это всё, так сказать, с профессиональной точки зрения. Или, например, вот Don Eat приводит следующее воспоминание, как он услышал звук, издаваемый горбатым китом. То есть мы не каждый день слышим, как кричит горбатый кит, и был, в общем, удивлён этим звуком. И как он сказал, что этот звук был абсолютно диким. И постепенно начал его ассоциировать, а, вот низкая частота похожа, не знаю, на рычание тигра, который я слышал в кино, высокочастотное, ещё на что-то. И, как говорит Eat, я постепенно одомашнюю этот крик кита. Но то, что я предлагаю сделать, это нечто противоположное этому. Условно говоря, если принять вот эту систему координат, это послушать те звуки, которым мы привыкли, как к домашним, сделать их опять дикими. И композитор американский Джон Кейдж говорил о том, что лучшие звуки – это звуки, которые не обезображены чужим намерением. Кейдж ввёл в музыку, то есть это такой некий этап композиторства, когда человек заявляет, что любой звук может быть музыкой, если он будет поставлен в определённый контекст. совершенно необязательно, чтобы там были гармоническая была основа, тональная, мелодическая. То есть любой шум может быть музыкой. То, что делал Кейдж. И если же мы заключим в скобке всё наше восприятие любого звука, мы столкнёмся с несколькими вещами, которые мы не сможем отменить. И такие, как то, что Кант называл априорными вещами, априорными категориями. То есть в звук в таком случае есть всегда нечто, что длится. То есть любой звук мы слышим во времени. И мы не можем воспринимать звук иначе, чем во времени. Более того, мы мелодию или что-то воспринимаем через прошлое. То есть ноты выстраиваются друг за другом. Пока они не выстроятся, мелодия не состоялась. То, что я вам сейчас рассказываю, пока я не произнёс этих слов, вы не можете проанализировать то, что я сказал. И каждый раз, когда мы имеем дело со звуком, мы имеем дело с его длением. И если, когда мы говорим о кино, мы можем разделить изображение на кадры, и пусть там с кучей оговорок и так далее назвать этот кадр застывшим движением, то вот такого аналога застывшего звука у нас нет. И то, что является микросэмплом, который уже мы перестаём слышать, он на самом деле всё равно продолжает длиться. А то изображение, которое мы видим на экране звуковой программы, когда рисуется синус волны звуковой, в действительности ничем не лучше, чем картина Кандинского, которую он посвятил музыкальному концерту. То есть она ничем не более похожа, может быть, менее на звук. То есть визуальная очень условно отображает то, что мы слышим. В чём заключается особенный звук? Что он всегда, даже записан или не записан, он всегда предстаёт как что-то являющееся нам. То есть мы должны подождать, как он явится. И, например, в такой известной опоре древнегреческого философа Зенона о стреле, которая летит, и её можно разделить отрезки, когда она будет в состоянии покоя. То есть и движения не существует, потому что каждый раз всё равно будет маленький отрезок, где звезда-стрела находится в состоянии покоя. То есть достаточно любопытно, что это чисто визуальное представление о мире. Пример чисто из визуальной области. Если мы представим себе звук этой стрелы, которая летит, будет уже гораздо сложнее это состояние покоя описать, откуда берётся этот звук в движении. И это вопросы, что мы теряем, когда мы смотрим на мир только с точки зрения визуального. Но вторым моментом здесь является следующее, что несмотря на то, что звук имеет отношение ко времени, к пространству он тоже имеет отношение. То есть мы можем говорить о звуках локализованных. То есть звуки с резкой атакой, то есть какие-то там удары, можно услышать, откуда этот удар раздался, что он раздался там из угла. Так как бывают звуки типа морского шума, которые не раздаются из конкретной точки, если это не колонка, стоящая в углу комнаты. Собственно, шум моря – это совершенно поразительное явление, которое зачастую значительно глубже по тому, что называется глубиной реверберации или шириной стереобазы в звукоревисерских терминах. И волны, которые по панораме разворачиваются слева направо, допустим, это при том, что звуки слышны со всех сторон. Вот это такое обволакивающее состояние звука. То есть можно говорить о том, что звук заполняет свое пространство. Но, собственно, это не является каким-то откровением. Акустики прекрасно знают о том, что звук по-разному ведет себя в разных пространствах и с этим работают. Продолжая тему звука до ассоциаций, опять я возвращаюсь к области, когда мы не можем наделить звук значением. Но что самое удивительное, что таким звуком может быть абсолютно любой звук. То есть даже если мы смотрим какой-то дурацкий кинофильм, где звучит какая-то музыка, скажем, тема погони одного героя за другим, в которой в миллиардный раз повторяется и напоминает предыдущую тему погони за предыдущие 50 лет, тем не менее можно закрыть глаза и послушать эту тему погони совершенно иначе. И она приметет абсолютно другие смыслы. И окажется, что она может быть поставлена в абсолютно другой контекст и вообще перестанет даже быть темой погони. И мы проваливаемся в область, которую даже сложно назвать бессмыслицей. То есть это, хотя это очень похоже на то, чем писали, допустим, абсурдисты. В романе Ионеско «Одинокий» есть эпизод, когда герой просто сидит и смотрит в течение долгого времени на винное пятно на скатерти, пока он уже не начинает сходить с ума, и ему перестает быть ясным, что он вообще видит. Перестанет забывать, что такое вино, чтобы искать это, он просто видит что-то. И вот эта область, когда она, в общем, как-то коммуницирует с областью безумия, и это очень интересно. У меня, к сожалению, нет времени сейчас этим заняться, хотя тема безумия меня очень занимает. Но это область, в которой нельзя назвать бессмыслицей. Условно говоря, это область, которая предшествует вообще разделению на сенс и нонсенс. Это та область, в которой еще вообще значения открыты. И вот, что интересно, если уходить совсем в такие глобальные сферы, эта область также можно назвать, она составляет предмет религии. И то, что в мифологиях мира называется сотворением мира или происхождением мира, в очень многих случаях связано со звуком, оказывается. В ведах, в Библии и сотворением мира оказывается так или иначе связано с тем, что озвучено. Оно не связано с визуальным. Можно задуматься о том, почему звук является сопровождением религиозных служб, почему, несмотря на запрет ортодоксального ислама на музыку, танцы и так далее, как формы развлечений, одной из наших первых ассоциаций с исламом является пение муэдзина. И, условно говоря, мы попадаем в область тишины, когда звук начинает впервые звучать. Это такой следующий заключительный параграф, который я сегодня хотел осветить. чтобы более просто как-то на это взглянуть, сейчас не уходя к сотворению мира, довольно любопытный момент, что мы можем мыслить звуки, представлять их в тишине. То есть мы способны представить, допустим, собачий лай в своей голове. Более того, мы не всегда об этом задумываемся, но мы способны представить довольно разнообразные формы, если брать пример собачьего лая, и задать вопрос каждому сейчас, кто что представил, это может быть большая собака, маленькая собака. Я могу это усугубить в звукорежиссерской области. Лай с реверберацией, лай с добавленными высокими частотами, лай с добавленными низкими частотами. То есть если себя заставить об этом задуматься, это все можно представить в абсолютной тишине. Еще один момент, вот если брать композиторов вот этой письменной дошколы, о которой мы говорили, как композитор пишет музыку. Существует два способа, либо ее сочинять на рояле или на каком-то инструменте, либо ее записывать нотами. И когда пишется симфония, то есть классический способ сочинения музыки, это то, то, что не имеет отношения к игре на инструменте, на самом деле. Композитор может слышать музыку, записывать партии в оркестре. Это не просто, да, какие-то аккорды, которые мы на гитаре подбираем. Это сложнейшие структуры, которые записываются нотами, и где же эти все структуры звучат, кроме головы композитора. И что интересно, условно говоря, если эта музыка не записана в течение столетий, находится через 200 лет и ее озвучивают, означает только то, что она уже звучала в голове композитора тогда, когда он и сочинил. И для того, чтобы... То есть звук, я к чему это веду? Звук не как то, что уже звучит, а как то, что может прозвучать. И оно прозвучит именно таким образом, каким захотел композитор, если исполнитель будет достаточно внимательно относиться к партитуре или дирижер. Есть такой парадоксальный тезис, который в этой связи хотел привести. Это из немецкого философа Шопенгауэра. Музыка могла бы существовать, даже если бы мира не было вовсе. И это как раз вот этот момент, когда... То есть... Ну, чтобы... Чтобы это, может быть, сделать для кого-то понятнее, если кому-то непонятно, например, есть такая странная наука геометрия, которая способна существовать, даже если человечество исчезнет, как биологический вид, и потом возобновится через столетия. При том, что мы в природе очень сложно. То есть, казалось бы, геометрия, ну, что это такое? Это человек придумал, там, не знаю, чтобы холодильник в угол поставить или в пещере поставить какой-то камень, там, где было удобно. Что мы не встретим в лесу квадрата, да, вот тяжело очень сделать. Казалось бы, нет более искусственной и приближенной, там, к человеческому мышлению формы, чем геометрия. И тем не менее, законы геометрии... Ну, этот... Кстати, забыл, кто это говорил, что если я усну, там, на много лет и проснусь, законы геометрии будут такими же. Я бы это был не Евклид, может быть, Декарт это был. Но понятно, о чем я говорю. Так вот, то же самое мы имеем в виду, я имею в виду, когда я говорю о том, что музыка не нуждается в озвучивании для того, чтобы уже существовать. И если переходить вот к финальному, финальной части сегодняшнего рассказа, таким вот горизонтом звучания является то, что можно видеть как тишину. И тишина в области вообще в разговоре о звуке является антологической категорией. То есть, антология как учение обытии, учение о сущем. То есть, условно говоря, здесь следующий шаг после феноменологии, когда мы уже не просто то есть, мы как бы условно говоря даем феноменам возможность раскрыть себя. Мы вообще не участвуем. Наше сознание, мы отключаем еще и сознание, тоже заключаем его в скобки. И в данном случае тема тишины как горизонта слышания нашего. Тишина это то, что должно окружать звук, чтобы он был услышан. То есть, если говорить проще, мы это постоянно используем даже в бытовой жизни, когда мы надеваем наушники для того, чтобы создать тишину, чтобы услышать что-то, что нам нужно. Когда студии строятся звукоизолированные помещения, и то есть, довольно любопытно, что для того, чтобы звук нам услышать, нужна сначала тишина. и одновременно вот эта тишина как горизонт, такая метафора, это условно говоря, все, что еще не прозвучало, оно находится в тишине. Все несочиненные симфонии, вся музыка, которая существует, если бы мира не существовало, и так далее, она уже где-то находится. и довольно любопытно, что тот же Пруст все эти звуки свои описывал, у него была пробковая комната, оббитая, звукоизолированная. Вообще, многие писатели очень трепетно относятся к тишине, то есть, известно, что, например, Франц Кавка просто он панически ненавидел все шумы, которые ему мешали работать, и в том числе там какие-то большую часть жизни он жил с семьей, есть воспоминания Кавки, когда он пытается сочинять какой-то текст, а в соседней комнате его семья приветствует радостным, оглушительным возгласом следующую кандидатуру, кого они хотели бы позвать на свадьбу, и с каждым взрывом вот этих криков и радости у Кавки там еще один нож втыкается ему в спину, то есть, шум как такой враг, да, и тишина как что-то блаженство утробы, да, есть такая психоанализ формы, что утроба, когда ребенок находится в утробе, это самое блаженное его состояние, когда он рождается, это колоссальная травма, и вся жизнь является бессознательным каким-то воспоминанием об этом блаженстве утробы, то есть, это, например, от Ранг, такой психоаналитик, ученик Фрейда, неверный ученик Фрейда, который эту теорию развивал, теорию травмы рождения, и, собственно, вот это, с другой стороны, вот эта идеализация, вот этой священной тишины, да, она может иметь свое, совершенно, может по-другому на это посмотреть, например, безэховые камеры современные, в которых люди, они там, сходят с ума через минуту, потому что это настолько действует на мозг, отсутствие каких-либо звуков, что человек хочет вырваться оттуда, и, кстати, Джон Кейдж, композитор, когда эти камеры появились, он тут же посетил одну из этих камер, и был разочарован тем, что он услышал два звука, высокочастотный, низкочастотный, и спросил, а что это, ему сказали, а это звук вашего сердца, и биение вашей крови, и Кейдж разочаровался, он сказал, что тишины никакой нет, опять звук, как же так, и собственно, это довольно интересная тема, что тишина не в физическом смысле, не в метафорическом смысле, она недостижима человеком, но при этом именно из тишины появляются все эти звуки, и тем не менее, когда мы говорим еще, извините, вспомнил очень важная цитата, опять же, из Мартина Хайдегера, то есть, как правило, в биологическом смысле мы говорим, что мы слышим, потому что у нас есть уши, то есть, у нас есть некий инструмент, с помощью которого мы слышим. Хайдегер переворачивает этот тезис и говорит, мы не слышим ушами, а мы имеем уши, потому что мы можем слышать. Это совершенно противоположно. И казалось бы, это какие-то философские словесные игры, в действительности это то же самое, что говорят теории эволюции. уши появлялись постепенно у организмов, когда появлялась потребность в слухе. То же самое будет говорить религия, что мы слышим слово Бога, и поэтому Бог наделил нас ушами, а не потому, что у нас были уши, мы услышали слово Бога. И собственно говоря, вот это те области очень уходящие в такую глубину, где вообще очень сложно делить мир на атеизм, веру и так далее. То есть это все уходит как раз в то, что я предложил назвать докоммуникативной областью, где все это сливается, где все это еще не наделено такими ясными значениями, к которым мы привыкли. И когда мы тем не менее несмотря на все то, что звук постоянно является для нас знаком, на то, что мы не можем добраться до этой тишины и так далее, сам момент вслушивания в звук мне кажется он очень важным. И более того, вслушивание в звук не как в знаковую систему может приблизить нас к такому моменту который можно назвать становление звуком когда человек начинает чувствовать себя звуком потому что на самом деле мы в физическом смысле слышим не только ушами низкие частоты мы можем воспринимать всем телом это может каждый ощутить включив очень громко какие-то звуки на колонках и вот такой момент становления звука у меня был личный опыт на концерте группы Swans в Москве когда если кто-то не знаком с их творчеством то есть это я даже не берусь определяет этот стиль но это очень тяжелая музыка когда с использованием шума с использованием многократно повторяемых каких-то структур и громкость которая играет Swans это феноменальная громкость концерта я вообще не очень люблю громкий звук на концертах не то что скажем является моим любимым жанром вообще есть вообще такая звуколежерская шутка что не можешь сделать хорошо сделать громче но Swans это совершенно другой опыт это та стадия громкости когда людей просто начинает сносить от сцен они сжигают усилители у них они дымятся на концертах и в какой-то момент ты перестаешь вообще думать о том что ты слышишь ты просто уже внутри тела ощущаешь эти частоты вот то что делает Swans то есть это вот Антона Нарту которого я упоминал сегодня концепция его театра называлась он назвал свой театр театром жестокости так вот Swans это в каком-то смысле продолжатели арта они устраивают этот театр жестокости на своих концертах и люди которые обычно идут к сцене публика чтобы посмотреть на своих кумиров на концерты группы Swans они уходят от сцены совершенно обратно в общем кто не боится очень рекомендует сходить на концерт Джиро или Swans получите непередаваемый опыт и это к вопросу вот когда когда вслушивание звук уже перестает быть слышанием а сам себя ощущаешь слушанием звук самим звуком и тем не менее как это связано с темой тишины и тем что я говорил до этого то есть само вслушивание условно говоря вслушивание до понимания нас возвращает постоянно к такому парадоксальному очень простому выводу приводит нас что важнее всего многообразия ассоциативного знаковых систем каких-то наслоений смыслов друг на друга тот факт что звук просто есть бытие звука который дает возможность всех этих наслоений то есть условно говоря мы привыкли считать ноту чем-то менее важным чем мелодия каким-то кубиком из которого надо сложить мелодию но без ноты не может быть мелодии если бы не было ноты ни одной мелодии бы не было если бы не было нот просто как пример из тональной музыки и то что называется тишиной условно говоря это то к чему человек всегда безнадежно опоздал тишина он начинает свою жизнь с крика и он всегда погружен мир звук даже в науке в теории большого взрыва происхождения вселенной то есть что говорит ученый что мы не знаем у нас нет возможности оценить то что происходило в момент большого взрыва потому что это противоречит тем законам которые мы имеем и наука если она хочет оставаться наукой воздерживается от суждения о том что было до большого взрыва так вот мы вот всегда опоздавшие и у нас как у Кейджа тишина никогда не бывает беззвучной тем не менее она окружает любой звук и ну собственно я не первый раз заканчиваю лекции темой тишины и в общем не очень это мне всегда кажется оригинальным противопоставление звук тишина как-то это все на уровне каких-то начинающих поэтов что-то но тем не менее я наставил именно на таком завершении потому что сегодня в области то что происходит в области звукозаписи можно определить как войну за громкость то что сейчас вот с каждым шагом наступает это люди которые хотят слушать музыку в метро люди которые хотят слушать то есть собственно музыку это никто уже не слушает как музыку то есть крайне мало людей сейчас они кажутся какими-то чудаками которые пришли и послушали 80 минут перед колонками сидя дома без фейсбука без каких-то подручных средств не за рулем автомобиля послушали альбом какого-то исполнителя то что раньше было абсолютно нормальным и собственно сейчас те кто покупает виниловые пластинки они ближе гораздо к этому чем те кто в режиме шаффл слушает айпод и вот в этой ситуации когда борьба за громкость это очень частая просьба музыкантов начинающих особенно музыкантов что сделайте так чтобы метро было слышно как будто это самое главное вообще что есть что есть в музыкальном произведении и что такое что как можно сделать чтобы метро было слышно фонограмм можно скомпрессировать лишить ее динамического диапазона или лимитировать то что прибор который все что все пики громкости которые попадают выше определенного порога трешхолл они отрезаются и все тихо и поднимается то есть о классической музыке можно сразу забыть в этой ситуации вот и это хорошо там для какой-то электронной музыки может быть ну как условно говоря хорошо в таких критериях но это возвращает нас той теме стандартизации о которой я говорил в начале что при всем многообразии того оборудования которое мы сейчас имеем мы приходим к тому что мы слушаем в формате mp3 в метро и зачем же нужно это все многообразие если мы слушаем вот этот кирпичик в сомнительном качестве и это все связано с как раз с обществом информации ее переизбытка быстрого ее восприятия и так далее и есть такой на мой взгляд один из важнейших современных русских философов который умер около десяти лет назад чуть меньше это владимир бибихин который переводил хайдегера на русский у него есть очень точная фраза что необходимость неспособность прошу прощения эпохи информации слышать тишину перерастает в неспособность слышать тихо сказанное это очень простая фраза на самом деле к очень многим вещам она применима я предлагаю это применить хотя бы к тому о чем я сейчас говорил то есть и в этой связи мне не кажется что разговор о тишине является какой-то банальностью более того мне кажется что без темы тишины вообще разговор о звуке не может даже начинаться то есть это базисная точка отчета вот ну как бы я то что хотел рассказал если есть какие-то вопросы попробую на них ответить я попрошу быстренько задавать вопрос потому что 10 часов мы выбились из всех в Вьетнаме ну извините да это было очень интересно сам это стоило того спасибо вопросную часть давайте сделаем я бы сразу тоже кратко отвечаю может быть наверное не столько вопрос сколько как бы впечатлений реплика не размещение лекции можно на самом деле еще штук 20-30 лекций развернуть вот я честно говоря тоже кое-что интересно для себя услышал хотя я занимаюсь в общем-то акустикой достаточно давно уже наверное лет 30 но немножко с другой точки зрения я не режиссер я не музыкант я занимаюсь акустичной системой исследований в психоакустике у меня сложилось такое впечатление что во-первых у вас сейчас существует серьезный период терминологии то есть вы пытаетесь вот ощущение то что наработано вам за многие годы сформулировать для себя вы это сформулировали вы эти образы видите знаете дальше вопрос коммуникации передать тем кто в этой области не случился это первое впечатление второе впечатление что вы сейчас опять-таки стоите перед этим порогом который вы сейчас будете преодолевать чтобы вот эту тему совершенно с другой точки зрения рассматривать философия как таковая она решает прежде всего самый главный вопрос то есть вопрос того что может воспринять оценить человек то есть вопрос идеального и вопрос материального то что существует сама по себе самое главное как мы это можем воспринять каким образом мы это можем ощутить и на самом деле какую модель мы можем построить таким образом чтобы во-первых не воссоздавать в самом себе весь этот окружающий мир один в один то есть это бессмысленно невозможно но сделать модель таким образом чтобы мы могли планировать какие-то свои действия. То есть мы могли делать прогнозы того, как будем развиваться мы сами, того, как будет развиваться этот мир окружающий. Что касается взаимодействия органов чувств, именно так называлась книга некого Кравкова, которая была написана, дай бог памяти, где-то в 30-е годы. Совершенно восхитительная книга, весь тираж был за исключением нескольких экземпляров уничтожен, но в Ленинке она есть, более того, она в интернете есть. Там как раз исследуется восприятие не только музыки, но и света, и тактильных ощущений вкусовых в зависимости друг от друга. Это еще Гелемборец, на самом деле, начал делать воздействие к частот на звуке. Кравков сделал совершенно потрясающее исследование, то есть что происходит с человеком, допустим, как он одно и то же воспринимает, допустим, один и тот же звук при различных условиях. Когда ему, допустим, кто-то бьет по спине или, говорит, ест какую-то пищу или перед его глазами какие-то образы появляются. Ну и соответственно, все остальные органы чувств точно также совершенно по-разному воспринимают внешние сигналы. Что касается музыки как таковой, ну и вот я еще не один раз буду пересматривать эту лекцию, потому что очень много образов, которые можно будет реализовать в своей деятельности. То есть, ну, я как простой советский инженер, я беру, значит, вот некий чужой опыт и пытаюсь его моделировать разным образом. В частности, то, что вот вы говорили о пространстве звука, значит, о том, что сейчас система становится все сложнее, а звук сам объединяется, это, пожалуй, самое главное из всего, что было сказано. Вопрос, почему он объединяется? Объединяется прежде всего от ограничения нашего восприятия. То есть, мы в сущности мыслим стереотипом, мы живем стереотипами. То есть, мы совершаем какое-то действие, ну, допустим, говорит, нас учат в детстве, как есть ложка, значит, что сип попадал в рот, а не в ухо. Этот стереотип закрепляется. Дальше мы уже не задумываемся, каждый раз, значит, ложкой хлебает, что только женщины знают, да, когда они моют посуду, вот если у них сушилка для тарелок стоит в этом месте, попробуйте ночью перевесить в другое место. Первая тарелка будет разбита, хотя она видит, что сушилка висит на другом месте. Вопрос-тереотип, как мы воспринимаем окружающий мир. Если мы привыкли воспринимать его во всем многообразии, если мы учились этому, то вот этой МП-3 музыкой в бумбоксах мы уже не будем ограничиваться. Если нас учат тому, что, ребята, вот есть всего два вида звука, тихо и громко, со временем это восприятие становится доминантным. То есть вот если с детства человек отвечает, что вот есть громкий звук, там, допустим, на дискотеках, да, это еще, по-моему, 70-е годы звучат. Все приходят на дискотеку, там, а-ба-ни, громко, еще громко, еще громко. В действительности, я об этом не говорил, просто есть некий откат в другую сторону. Один из очень известных звукорежиссеров, Боб Людовик, если бы мастеринг-инженер, в каком-то диске коммерческой какой-то группы, я не помню, Кин, по-моему, это или что-то, он специально сделал пороговый уровень громкости значительно ниже. То есть если мы послушаем какие-то винилопластинки, 20-летней давности, этого порога громкости не было. Он сказал, что, ну, вы надоели уже со своим этим 0 децибел порогом и нужно от музыки отталкиваться, а не от того, какой она громкости звучит. И в этом смысле, то есть, ну, есть достаточно серьезные ресурсы для противодействия этому, в том числе в профессиональной среде. То есть нельзя сказать, что... Просто другой вопрос, что гораздо легче продавать музыку, которую можно слушать везде, да? То есть это вопрос еще коммерческий. Когда... То есть так же точно, как любое профессиональное оборудование продается значительно хуже, чем то, что может быть использовано дома. И вот от этого очень много тоже зависит от маркетинга. И в том числе музыка оказалась подчинена вот этим законам. То есть mp3 это же очень удобно, можно носить с собой 160-200 гигабайт музыку. Ну, 200 нельзя, там, плееров таких нет. Но, допустим, в iPod там 160 гигабайт влезает. Это... Для музыканта это, например, чем удобно? Что вся музыкальная коллекция с собой сразу. То есть есть просто... Более того, я люблю некоторые вещи слушать... Ну, то, что не только то, что я там про Сонцк говорил, есть просто жанры, в которых это работает очень хорошо, вот эта фара громкости. А есть жанры, в которых это вообще не работает. Просто как раз многообразие заключается в том, чтобы принять в том числе и эту, как бы, ситуацию, но просто показать, что она действительно очень узкая. Ну, это гораздо проще привлечить, значит, толпы слушать плохое и дешевое. Ну, поверхностное всегда легче запомнить, чем что-то сложное. То есть лучше продавать гамбургеры, чем какие-то там произведения искусства мяса и сына. Да, я думаю, что в этом как раз одна из причин. Кстати, одна из причин того, что звуковая техника становится все сложнее, а функции-то, в общем-то... То есть восприятие человека, оно только ухудшается за счет того, что мы живем в техногенном виде. То есть, если раньше, допустим, ну, никто не обращал внимания, если у кого-то были маленькие дети, когда старый телевизор, еще лампы выключаешь, значит, тихо-тихо там, вообще, это просто, чтобы изображение было. А ребенок грудной орет, потому что он эти 20 кГц слышит изумительно. А вот мы уже, там, 18-19 уже с трудом, а он слышит строчный трансформатор. Он орет, потому что ему громко. То же самое, вот, когда я изучал разницу восприятия, допустим, американцев и японцев по музыке. Американцы лучше воспринимают низкие частоты. Ну, это вот как бы вот чисто свойство организма. У японцев низкие частоты практически никак не идут, а им надо вот эти вот самые всякие взвякивания, свисты. То есть, у них мелодика ушла в высокочастотную область. Но они меньше габаритами сами по себе. Они, как раз, телом воспринимают мозг по-другому. То есть, вот, чисто филологически старается. Как же японские барабанщики? Другие японцы, они более крутые. Именно каждый звукорежиссер бы прекрасно знает, что для того, чтобы хорошо передать ударный фронт любого ударного инструмента, нужно полосу, там, 25-35-40 кГц. Почему? Потому что крутой фронт ударной волны обеспечивает высокую частоту. Ну, а так и всё, высокая частота. Да, да, только высокая частота. Именно поэтому, говорится, вот... Давайте остановимся, если какие-то есть уточняющие вопросы. Уже очень много времени было, что мы задерживаем хозяев гетериона. Ну, наверное, я тогда скажу, чтобы не было так односторонне с одной реприкой. По-моему, всё-таки надо акцентировать на том, внимание, что Анатолий сделал очень большую работу. Он действительно такой неподъёмный горизонт нам представил. И со всех сторон постарался это многомерно высветить. Поэтому, ну, наверное, ну, прежде всего, конечно, надо его поблагодарить за такую объёмную лекцию. Тем более, что, я думаю, что немногие заметили, что здесь был и маленький перформанс. Здесь звучали звуки мотоцикла, звучали звуки проинтера. Да, я тогда, наверное, Анатолий так магически тоже подстроил. Но не хотелось бы, конечно, сводить результат этой лекции только к какому-то техническому обсуждению носителей МП-3 и чисто техническим вопросам. Поэтому я подумал, что могут какой-то придумать такой вопрос, всё-таки закончить на ноте культурологии. Мне было очень интересно, что здесь звучала такая харьберская тема, вот постоянно у Анатолия рефреном, как бы в этом смысле некая такая фундаментальная константа некого бытия. Да, там есть присутствие, и сама тема тишины, которая возникла по сценарию выступления, она обращала нас к, да, известно, это пьеса 4.33 Кейджа, как бы звук подчёркивает наше присутствие. Я вот в этом смысле задумывался о несколько другой точке зрения, и, кстати, Анатолий, я читал вашу статью совершенно замечательную, была лицензия вашей на книгу Деллёза «Протиск Бекон. Родика ощущения». Там Деллёза рассуждает о живописи, да, и, ну, где-то он, как бы, говорит и о музыке, и там, и там он обращается к формуле Клея о том, что речь идёт о поингт каких-то невидимых сил. И живопись тоже ловит, как бы, некое присутствие, да, вот, в общем, Сезан занимался, там, 40 лет писал «Яблоко». Ну, это вот именно вот то присутствие, как бы, которое Деллёза противопоставляет, как бы, музыке, которую он очень хорошо там пишет, по-моему, что музыка, она оперирует к линиям, которые, как бы, развоплощая тело, они сгущаются уже за точкой присутствия. Поэтому, в этом смысле мне показалась здесь какая-то разница, ну, может, это просто, действительно, разница философии Хайтегера и Деллёза о том, что, если, как бы, по сценарию вашему, вот, ну, может, даже вопрос, может, и, как бы, это не было вульгарно, сформулировать, можно ли назвать музыку и звук неким присутствием? Потому что, ну, судя по тому, к чему ведёт Деллёз, это есть некий уход, как бы, уход в некую шизофрению, разуклощению, уход от тела в некие уже духовные какие-то сущности, которые телу не принадлежат, они находятся до. Как бы, как бы, если в жилпись апеллирует по Деллёзу, как бы, кастерии, как бы, потому что до тела, то музыка уже после тела. Вот, какой, может быть, Хайтегерянский такой комментарий? Деллёз, надо понимать, что то, что пишет Деллёз и то, что Деллёз пишет о теле, находится под сильнейшим влиянием Антонена Арто. Это, как бы, очень мало, во всяком случае, в России проговаривается, но концепт тела без органов, основной, в общем, концептом Деллёзы Гватари, да, это цитата из Арто, из последнего радиопередачи, это называется «Покончить с Божьим судом», и когда, собственно, Арто, он говорит о новом теле, то есть это тема и шизофрении, и чего угодно, когда у тела нет органов, и оно абсолютно, эти растекающиеся персонажи картин Бекона, это как раз ситуация вот этого безграничного тела. Ну, резома, да, то есть все вот эти понятия, то есть условно говоря, ну, это не такой простой вопрос, да, но, то есть это тело, которое продолжает оставаться телом, но при этом оно растеклось, да, как там на картинах вдали, там, эти растекающиеся фигуры тоже, и, то есть оно, как бы, сохранив присутствие тела, оно не перестало быть телом, уходит в область вот этого гула безумия, да, то, что я предлагаю назвать докоммуникативным, то есть, как бы, условно говоря, здесь, то есть вообще в философии, два слова, философии постструктурализма, делез, дорида и так далее, чем для меня интересны все эти работы, то есть не тем, что они, как правило, связаны с темой знака, с темой семиотики, что дорида писала письме, и это опять игры знаков, культурные какие-то переклички, у того же делеза есть очень точное определение того, что он это пишет о книгах Мориса Бланшо, но это фактически определение всего, что делал постструктурализм, что, и это одновременно цитата из Арто, опять, что Бланшо обнаруживает в мысли что-то домысли, что-то немыслимое, и одновременно в каждой мысли встречается предыдущая мысль, то есть постструктурализм это не работа с постоянными предыдущими мыслями кого-то, как мы там, условно, как постмодернизм, то, что в расхожем понимании называется, то, что было, оно как-то там переобразуется, повторяется, но постструктурализм это одновременно и то, что помнит о присутствии мысли немыслимого, это очень важно, и когда мы это убираем из постструктурализма, то мы остаемся на пространстве знаковых игр и так далее, вот, я думаю, что вот это тело без органов, какой-то как раз есть вариант понимания Дерезы, если вообще это понять можно. Ну, давайте остановимся, да? А то, в 15 минут в 11, немножко неловко перед владельцами помещения, простите, пожалуйста. Мы позже обычно начали, обычно мы начинаем в 7, но здесь немножко другие правила. Давайте закругляться, да, тогда спасибо. Спасибо вам большое.